Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Крещенский молебен на Савеевском источнике. Юбилей комиссии по делам несовершеннолетних. В «Ласточке» завершился проект «Семьей дорожить, счастливым быть». Итоги школьной баскетбольной лиги среди юношей. Госавтоинспекция информирует о проведении с 19 по 21 января сплошных проверок водителей на состояние опьянения. Профилактические мероприятия предполагают остановку всех автомобилей на заранее выбранных участках дорог. Напоминаем всем водителям, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. 19 января православные христиане отмечают один из самых великих церковных праздников – Крещение Господне или Святое Богоявление. Праздник установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. С тех пор ежегодно в этот день все верующие стремятся к природным источникам воды, чтобы получить через неё великую благодать, очищение от грехов и возрождение к новой жизни. Мы расскажем вам, как десногорцы встретили в этом году благую весть. В этом году традиционно на Савеевский источник слёзы Казанской Божьей Матери, на Крещенский молебен собрались православные прихожане из Десногорска, Рославля и окрестных деревень. Как обычно, праздник начинается 18 декабря в Сочельник. Все собираются к источнику на совместный праздничный молебен. Но источники около часовни, особенно красиво и торжественно. В этом году погода удивила своей непредсказуемостью. Не было трескучих крещенских морозов, зато снег валил такой, какого не было ещё за эту зиму. По народным приметам, если в Сочельник идёт снег, значит год будет плодородным. Снег утром в Крещение обещает тёплое лето. После молебна настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, протерей Виталий, совершил водосветение на источнике Казанской Божьей Матери и на колодце в честь Серафима Саровского. Прихожане окунались в купель, набирали освященную воду, чтобы унести её домой. 15 января сотрудники молодёжного центра провели психологический тренинг «Команда образования» для волонтёров студенческого актива ОСА и молодёжной редакции «Поколение». В ходе тренинга ребятам было необходимо решать задачи и преодолевать трудности, которые требуют тесного взаимодействия всей команды. Ребята активно справлялись с заданиями, старались поддержать друг друга и действовать командой. 14 января 2018 года комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав России исполняется 100 лет. Десногорской социальной службе КДН исполняется в этом году 25 лет. В честь этого юбилея в Центральной библиотеке нашего города состоялся вечер признания учить добру и мудрости. В зале собрались те, кто много лет отдал работе с трудными подростками и неблагополучными семьями Десногорска. Первопроходцем стала Вера Николаевна Сорокина. В то время города ещё не было, а был просто рабочий посёлок. А с 1999 года в комиссии работает Ольга Гавриловна Бабур. На её смену ответственным секретарём приходит Людмила Николаевна Сергеенкова. Хочу сказать, что последние годы наша комиссия, ну вот видите, наша, ну никак нельзя уйти от этого, она не только комиссия, не только наказание, она ещё по защите их прав. То есть, ну, туда идут дети, туда идут взрослые за помощью. И мы всегда всех приглашали. И сейчас комиссия работает на профилактику правонарушений. И мне хочется поздравить всех с этим праздником и пожелать комиссии как можно меньше работы. С 2002 по 2017 год коллегиальным органом в должности председателя КДН руководит Сергей Тощев. Работали мы дружно. Несмотря на то, что комиссия несла административную функцию, то есть привлечение несовершеннолетних к административной ответственности за совершённые правонарушения. Но главной задачей, конечно, мы видели в Сеченой комиссии, это, прежде всего, профилактическая работа. Это работа с родителями. Это разобраться в каждом конкретном случае, в каждом конкретном правонарушении, чтобы докопаться до причин их совершения. Ну и, конечно же, здесь же на комиссии попробовать решить те проблемы, в результате которых эти семейные проблемы, может быть, межличностные отношения, там, в школе, подростков, которые привели к совершению вот этих правонарушений. Вот в этом, конечно, мы видели основную задачу. Конечно, очень много уделялось работе и с родителями. С родителями, потому что ребёнок воспитывается в семье. Сейчас в комиссии по делам несовершеннолетних и их прав на учёте состоят 31 подросток. И ведётся профилактическая работа с 20 семьями, где воспитываются несовершеннолетние дети, права которых были нарушены. Возглавляет работу на данный момент заместитель главы по социальным вопросам Александр Новиков. В состав комиссии входят представители Комитета по образованию, органов опеки, полиции, медсанчасти номер 135 и Центра занятости. Ответственным секретарём назначена Наталья Радченкова. За добросовестный труд и в честь юбилейной даты те, кто много лет отдал работе с десногорскими трудными подростками и их семьями, в этот вечер были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами от главы Десногорска. В начале 2018 года тарифы на электрическую энергию для жителей Смоленской области не изменятся. Об этом рассказали на заседании областной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Тариф составит 3 рубля 62 копейки за киловатт-час. Рост одноставочного тарифа запланирован с 1 июля. За киловатт-час населению придётся платить 3 рубля 78 копеек. 18 января ночью на производстве пластиковых окон в Смоленске произошёл крупный пожар. По предварительным данным, загорелось бытовое помещение внутри ангара с распространением огня на кровлю основного здания. Оперативные действия пожарных и спецтехники спасли производство. Пострадавших нет. Причины возникновения пожара и причинённый ущерб устанавливаются. Для маленького ребёнка семья – это целый мир. Мир, в котором он живёт, делает открытия, учится любить и радоваться. В детском саду «Ласточка» на протяжении 2017 года проходили мероприятия, посвящённые семье. А 16 января состоялся заключительный праздник проекта «Семьёй дорожить, счастливым быть». Педагоги совместно с воспитанниками подготовили целую концертную программу. Дети разыграли театральные постановки, исполнили песни и стихотворения. А взволнованные родители с гордостью смотрели на своих детишек. Почётным гостем на мероприятии стал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Протеерей Михаил. Дарим вам вот такие римоны красочные и детские книжки. Мы рады, что вот настоящая для Семьего Города. Мы добрые соседи, мы добрые друзья. Вот вам вся помощь, вот это благословение, мы с вами не забываем. Спасибо вам. Мне кажется, что такие семейные фестивали, фотовыставки, выставки семейных творческих работ нужны, так как в первую очередь они объединяют семью вокруг одного общего дела, делают её более крепкой. Как бы наши дети радуются, глядя на совместное творчество нашей всей семьи. Также на праздники наградили призёров и победителей литературного конкурса «Люблю свою семью». Задача была написать сочинение или стихотворение о семье. Лучшие работы зачитали вслух и вручили родителям грамоты и подарки. А сейчас новости спорта. Почти 90 спортсменов от Смоленской области выступят в ближайшие три дня на первенстве Центрального федерального округа по лёгкой атлетике. Всего более 600 юношей и девушек из 14 регионов страны. Возраст спортсменов от 15 до 23 лет. Эти соревнования проводятся уже в третий раз на базе Смоленской государственной академии физкультуры, спорта и туризма. Турнир проходит в динамичном темпе. Пока одни бегут, других уже награждают. 18 января в Десногорске завершился дивизионный этап школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» среди юношей. Об итогах мы расскажем в нашем сюжете. Участие в соревнованиях приняли пять команд. Это юноши из Десногорска, Росхавля, Ельни, Починка и Шумячий. На протяжении нескольких месяцев команды упорно тренировались, изучали тактику и ошибки друг друга. Спортсмены подарили зрителям хороший и динамичный баскетбол. А болельщики и игроки замены, в свою очередь, благодарили громкими аплодисментами. Вчера мы рассказывали вам, как прошли игры у девушек. Сегодня мы болеем за юношей. На паркете играют Ельня, Росхавль. Счет 26-10. Команда Росхавля считается одной из самых сильных и является нашим главным соперником на соревнованиях. В Десногорске уже три года работают в баскетбольной секции, и юные десногорцы проявляют к этому виду спорта большой интерес. Думать должен уметь. Голова должна присутствовать. Голова не только для того, чтобы шапку носить, а вот именно я могу сравнить, допустим, что шахматы и баскетбол. То есть та и другая умная игра, но в шахматах есть время подумать. А здесь быстрый ум. Внимается решение очень быстро. Ребята настроены по-боевому, готовы биться. То есть цена вопроса – это одна команда выходит в дальнейший круг соревнований. В упорной финальной игре десногорцы вырвали победу команды города Росхавль со счетом 50-42. 8 февраля наша команда примет участие в региональном этапе соревнований. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова